Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Народ, как вы все прекрасно знаете, в обновлении 9.1 борщу почему-то вдруг резко, ни с того ни с сего, забрали альфу. Теперь она всего лишь 600, и я хотел бы в этом видео разобраться. А на данный момент, что стало лучше, ИСУ-152 или все-таки борщик, потому что тачки абсолютно разные. Один играется более осторожно, другой даже иногда что-то может танковать. И вот в этом видео не будет долгого, нудного обзора характеристик. Мы просто с вами посмотрим на бои и все-таки примем решение, что же все-таки лучше, ну или по крайней мере, что проще. Вы все знаете, что у борща так себе со скоростью полета снарядов, но, кстати говоря, неплохая кумулятивная голда. И даже, по-моему, пробивает лучше, чем у ИСУ-152. А вот ИСУ-шки и его БЛ-10 практически, в принципе, не нужны подкалиберные снаряды, потому что у нее и ББ-шка пробивает, ну, порядка, там, трех сотен единиц. В общем, народ, давайте меньше болтовни, больше делаю. И, наверное, начну я все-таки с борща, потому что, ну, честно и откровенно, мне ИСУ-шка нравится больше. Хоть он и более, возможно, рандомный, чем борщик. Ну что, народ, борщик, честно говоря, и в обнове 9.0-то я играл на нем достаточно сывово сейчас, когда ему у него забрали, ну, порядка, ну, как порядка, 40 единиц. То есть было 640, стало 600. И это очень сильно ощущается, потому что, вот, например, даже при средней Альфе 640-то я зачастую стрелял там на 560, там на 540. Сейчас я очень часто кидаю и на 480, и там около 500. Ну, то есть танк стал еще более осторожно играться, потому что критуется, ну, маскировка есть, да, но любые блайнды, это все твое. Если любой танк будет стоять вот в одной линии, и всегда противник выберет тебя, вот всегда перед ним даже ЛТ-шка будет, он всегда будет стрелять в борща. Потому что он вроде как опаснее, у него там Альфа неплохая, да, он там может взорвать бою кладку, а тебя пробить ноль проблем. Даже вот если ИСушка будет стоять в кусту, она может что-то танкануть непонятно чем, своей маской, своими катками, борщ танкануть не может. Я не говорю про те редкие случаи, когда борщ танкует какими-то непонятными вещами. Он хороший, он, я не говорю, что он плохой. Ну, вот мне, почему-то сейчас я вот поиграл, мне играть комфортнее на ИСУ-152. Во многом для меня она лучше. Здесь скорость полета снаряда просто какая-то, ну, невозможно долго. Вот что такое? Танк Джуто это семерка японская. Как так получилось, что я его не пробил? Насколько я помню, он весь полностью серый. И посмотрите, какая перельца. Нас объехал М41 Бульдог и просто стоит, настреливает с тыла. Все, у нас уже нету двух танков, народ. Двух танков просто нету. Да, у него есть крутой расходник калибровкой прицелов. Но в большинстве случаев именно это мешает, например, тебе взять вторую ремку. Да, чтобы, например, починить там каток, либо же двигатель. Ну, в общем, хоть как-то, чтобы быть максимально результативным в бою. Вот, но калибровкой прицелов на борще реально роляет. У нас нету трех танков с левой стороны светляк. Я не знаю, что делать. Его нужно, по крайней мере, пробовать забирать. Но вот с таким вот кругом разброса выцеливать ЛТшку достаточно сложно. Которая еще и дергается, и не особо подставляется после того, как получил на 900. Уничтожитель фульный. У них борщ фульный. Посмотри, то есть пацаны вообще не хотят играть. Да, с одной стороны, кумысы это хорошо. Но вот всякие вот эти вот катки, они очень здорово впитывают кумулятивные снаряды. И зачастую у тебя будет гореть от этого. Это факт. Как я уже говорил, что у борща очень слабые модули. И если тебе крытуют двигатели, ты на борще, точно так же, как и на вафле, просто ничего не можешь делать. Ты даже с места сдвинуться не можешь. Это хреново. Но это прям неприятно. И вот эти вот фугасики. Ну, посмотри. Ну, что это за фугас? То есть, вы не забывайте, что альфа не только, если я не ошибаюсь, основным типом боеприпаса была понижена, но и фугасным тоже. А у борща стоит противоскочный подбой. Это означает, что мы, блин, практически не имеем никакого плюса, когда стреляем по картону фугасом. Ну, то есть, вот такие вот микромоменты, если их сложить, в итоге получается, что борщ очень здорово даже потерял в альфе. Ну, и как вы, наверное, уже смогли догадаться, это не колобанов 1 в 5. И явно здесь будут какие-то, ну, наверное, неприятные ощущения от боя в целом. Но 3000 я успел настрелять. Да, это против семерок и восьмерок. Но команда, народ, но команда не хочет играть. Команда абсолютно не нужны победы. Но трешка, по крайней мере, есть. И на борщи, в принципе, можно держать неплохую средуху. Но сейчас просто играйте на нем более осторожно. Так, ну и, конечно же, ну, как я могу не показать команду мечты? Ну, Т-304, М-41. Вот сравните М-41 из команды противников, да, которая приехала, объехала, что-то сделал. И дал хотя бы 800 урона. И у нас, который дает 32 урона. Т-304 с нулем ушел. Уничтожитель, у которого вроде как барабанщик на 300 ряда, да, дает 197. У них уничтожитель дает, ну, хотя бы 2000. И не имея какой-то там супер-мега статистики. Ну, вот, пацаны, вот из таких моментов и складывается в итоге командный результат. Ну, команда, ну, просто не хотела играть. Что тут говорить? Так, народ, ну и, конечно же, ИСУ-152, который также попадает в топ списком. И этот танк чувствует себя гораздо более уверенно. И на данный момент, ну, вот смотри, ты когда играешь, например, и видишь в противоположной команде борща. Ну, лично я думаю, блин, ну, возможно, танкану. ИСУ-152, я понимаю, что не танканут 100%. С одной стороны, подкалиберная голда ИСУ-шки хоть и теряет бронепробитие на расстоянии, но у него такое крутое пробитие, само в миллиметрах, что на самом деле на это особо внимания не обращаешь. 13 секунд КД, и я катаю на калиброванных снарядах. И плюс к скорости полета. И все равно ДПМ этой штуки просто на высоте. Там порядка 3000, ну, 2900-3. Обратите внимание, команда противников, как обычно, занимает более выгодные позиции, потому что здесь, находясь, вот как находится, например, СТГ Дракула, ты получаешь с двух сторон. И вот СТЛТ, который находится в пещере, и не дай бог, вот как сейчас Дракула получил от ИСУ-152, просто, я не знаю, там, в борт или в корму. Ну, в общем, короче, на 900. Позицию занимать не хотят, играть, реализовывать крепкую башню тоже не хотят. Но вот видите, да, если у ИСУ-152 заходят снаряды, народ, это минимум 3-4 тысячи за бой. Минимум, а то и колобанов. Кстати говоря, они у меня есть на этом танке. Повезло, что ТСЖ из команды противников, ну, почему-то решили поехать в город, хотя вроде как, ну, должны были ехать в продавливать направление вместе со своими СТшками, потому что наши все тут. И всего лишь один, единственный, я не понял, то ли он ФК, то ли он кто. В общем, короче говоря, Крайслер... А, нет, я ФК, проснулся. Один-единственный Крайслер, который хочет, наверное, там понастреливать, попытаться что-то. Я не знаю, что он там делает. Что такое, вкратце, БЛ-10? Пацаны, БЛ-10 это орудие, чтобы вы понимали, с пробитием от 10 уровня. По-моему, если я не путаю, ИСУшки дали чуть-чуть ХП, и этот танк приобрел еще более глубокий смысл для того, чтобы оставить его в ангаре. Вот, правда, хороший танк. Да, он рандомный, но вот мне он нравится. Как бы сильно я его ненавидел, танк хороший. Так, ну и смотрите, что может делать ИСУ-152, когда у него калиброванные снаряды ставят. Смотрите. Просто забирает фугасом на 883. И в окончании этого боя, если вы увидите дизы, знаете, пацаны, это была только лишь ответная реакция, потому что мне поставили дизы первыми. За что? Команда противников, за то, что я их забрал. Логика на высоте. Ну вот, например, здесь не хотелось бы забирать 100 ХП-шного ЦС-52 леса, потому что оно все-таки, у тебя 640 потенциально олифы, и, ну, как-то обидно, наверное, растрачиваться на такие мелочи. ИСУ-152, это что? Это потенциальный взрыв БК. ИСУ-152, это непонятно чем танкующая хрень. Катками, маской. В клинче, кстати говоря, я испытал ее, она нормально. Она может себя чувствовать, если ты, ну, вот, будешь мансить, рамсить. И на ней, на ней заходит вертухи, но я предпочитаю, пацаны, сводиться полностью, потому что, ну, мне как-то жалко растрачивать такой, 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 такой колоссальный урон, для того, чтобы стрельнуть куда-нибудь, я не знаю, там, в воздух. Вот, говорю, пацаны, пожалуйста, не лезь. Ну, не лезь ты. КД у крушителя, как бы, мягко говоря, не слишком быстро, но и не вечность. У него 333 хп, и у меня 550, то есть и я, и он шотный друг для друга. Но тут он, вот смотри, блин, как же хорошо, что я сейчас не шмальнул по нему. Он все, он на КД. Единственное, чего я опасаюсь, если он заедет выше, ну, и просто кинет каким-нибудь, я не знаю, там, сумасшедшим кумысом и пробьет. Здесь я его просто прочитал, но и, ну, не без доли везения, народ. Но подкалиберный все-таки зарядил, потому что, ну, и вот, нафиг. И если бы такой урон был бы против танков 9 уровня, это был бы 100% мастер, потому что, ну, 4,5 тысячи урона, это все-таки, ну, не так-то уж и плохо, ну, почти 4,5 тысячи урона. И могу сказать, что игра на ИСУ-152 почему-то дарит больше положительных эмоций, нежели чем игра на Борще. Борщ стал пострадывать в рандоме, я вам так мягко могу сказать. И вот два вот этих вот чувака, которые очень сильно, видимо, разгневались. Вот номер 1, который, ну, немножечко ошибся, и вот номер 2, которого я просто забрал от ним фугас. Народ, если мы с вами будем сравнивать, что круче ИСУ-152, либо Борщ, я, конечно же, ну, на данный момент скажу, что я отдаю предпочтение ИСУ-шке. И ветка для прокачивания у ИСУ-152, то есть 2.6.8, да, которая идет в топе списка, конечно, более предпочтительнее, нежели Гриль. Ну, просто сейчас после Борща идет понерфленная Вафля, которая еще там в обновлении 8, там, точка с чем-то, если я не ошибаюсь, ухудшили КД, и теперь она не такая ДПМная. Сейчас ей понерфили Альфу, у Гриля тоже самое, хоть и добавили скорость поворота корпуса, но также забрали Альфу, и, ну, правда, увеличили пробитие. То есть все вот эти вот аспекты, они говорят о том, что, ну, блин, чувак, осторожно, не нужно пока выкачивать картон. А вот ветка 2.6.8, я вам могу сказать, что более предпочтительная сейчас для новичков. Особенно, например, тот же топ, да, сам 2.6.8, у которого стало больше Альфы. Да, КД стало длительным, но Альфа больше. Это еще раз говорит о том, что это, ну, как бы больше, наверное, ПТ для новичка. Она не такая агрессивная стала, а более такая осторожная. Поэтому мой выбор вот за этот бревномет. Все, пацаны, всем огромное спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok